Каким был бюджет Ленинского района в 2013 году? Как удалось исполнить обязательства по доходной расходной части? Ответы на эти и некоторые другие вопросы вы узнаете из нашего сюжета, посвященного публичным слушаниям по отчету об исполнении районного бюджета прошедшего года. 23 апреля в здании кинотеатра «Искра» состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Ленинского района за 2013 год. На мероприятии присутствовали сотрудники администрации, поселений и района. Из выступлений докладчиков стало понятно, что 2013 год в части исполнения бюджета был успешным. В состав доходов районного бюджета входили собственные доходы в сумме около 2 миллиардов рублей и безвозмездные перечисления бюджетной системы вышестоящих уровней. Собственные доходы формировались налоговыми и неналоговыми доходами. Те доходы, которые мы запланировали получить, мы получили в полном объеме. План по собственным доходам у нас выполнен на 108 процентов. Это очень хороший показатель. И полнота поступления доходов дала нам возможность отфинансировать не только текущие расходы, но и те социальные задачи, которые мы перед собой поставили. Каждый выступающий отчитывался об исполнении бюджета в своей сфере. Виктор Шашков, начальник управления здравоохранения администрации Ленинского района, подчеркнул, что на материально-техническую базу в 2013 году было выделено больше средств, чем в 2012-м. 120 миллионов на ремонт и реконструкцию нового помещения для станции скорой помощи. И здесь я с высокой трибуны хочу сказать, сообщить, потому что очень много вопросов задается по поводу его непереезда до сих пор. Хочу сказать, что изменилось законодательство. И после того, как мы отремонтировались, необходимо было пройти и до сих пор проходим ряд процедур. Сейчас это уже на последнем этапе, и мы, естественно, скоро в это здание переедем. Расходы бюджета Ленинского района на ремонт учреждений культуры составили 8,4 миллиона рублей. Начали работу фасада центральной библиотеки. Провели ремонт библиотеки Дроздова, частичный ремонт помещения в детской школе искусств Горки-Ленинский. Ремонт старого здания школы искусств в поселке Развилка. Это очень важное тоже событие, потому что мы понимаем, нам предстоит строительство нового здания, но эти годы надо как-то прожить. Особенностью 2013 года была работа в уже сложившихся окончательно новых условиях, когда впервые финансовый год прошел цикл в новых границах и в новых бюджетных возможностях. Это привело к некоторым затруднениям. Что касается бюджета текущего года, который исполняют сейчас, то он тоже будет непростым. К сожалению, основную часть нашу доходную, которую мы получаем на территории в силу изменения межбюджетных отношений, у нас убрали. Оставили только 5% из 19, которые были на территории. А это за собой повлекло увод в территории одного миллиарда рублей из двух миллиардов, то есть половину бюджета. То есть жить мы стали гораздо скромнее. Глава района отметил, что исполняя бюджет, удается работать с поправками. Предпринимаются необходимые усилия, в частности, закрепление налогоплательщиков на территории района, что позволяет немного дополнить бюджет, а значит, исполнить взятые обязательства.